А ты че плачешь? Мы вот поехали в Василине за подарком, будем выбирать Василине подарок. В общем, приехали мы, значит, в мега-центр, а нам сказали, что она не работает и откроется только с трех. Мы поехали в ЦУМ поменять наушники, которые мне подарил Рустам, а он вообще закрыт сегодня, и мы не знаем, что делать, у всех праздники и ничего не работает, а Василина захотела лагман. Мы пришли в магазин за курточкой, вот такая вот куртежка, не знаю, по мне так очень даже симпатично, песенки тут играют, да, ой, она коротенькая, да? Давай, застегивайся, пойдем к зеркалу, где тут зеркало? Ну что, Василина? По-моему, красиво очень, мне нравится, мне кажется, куртка никогда не лишняя. Прошел час. Мы выбрали еще одну куртку, ну как выбрали, на примерке у нас. Что-то Василине не нравится ничего. Нет, мне не нравится, просто я не хочу выбрать подарок, а не из того, что у меня рождение, потому что мне нужно будет какой-то подарок. В общем, что делать, мы не знаем, но я считаю, первое решение правильное, а сейчас мы в Томихе уфигере. Вот у нас дискуссия насчет куртки, насчет подарка. Ура, можете нас поставить, мы выбрали подарок. По-моему, вообще бесспорно, это самый лучший подарок. Очень красивая. Мы сомневались между вот этим и вот этим. Рустам и Василина стоят, дискутируют по поводу подарка. Они хотят еще что-нибудь взять в колечко. Рустам предлагает куртку, Василина что-то отказывается. Ну, Рустам чешет бороду, приглашивает, приглашивает. Вот так, вот так. Умница, тигренок. Зато у нас очень красивое кольцо. Прошло три часа. Ура, 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 ура. Это можно просто отмечать. Ура, мы выбрали куртку. Василина, ты рада? Я очень рада, мы выбрали все-таки золотую куртку. Я считаю, это правильный выбор. Три раза были в магазине. Да, даже больше, мне кажется. Чуть позже. Снаждения! 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 Пойдемте, пока. Василина! Смотри, человек в шоке. Ну, что хотела? Василина! Ты что плачешь? Ты что плачешь, что ли, мать? Ты что? А ты что плачешь? А ты что плачешь, Василина? Все! Патя пьет. Василиночка, с днём рождения! Где Василь? А, уже кучаточный. Спасибо. Василина, смотри. Днём рождения! Василина, 15! Спасибо. 15 лет тебе! Чего ты плачешь? Василина. Ой, ты сладкий ребеночек плачет. Плачет, мой тесляткая. Тебе нравится Василинка? Мне там хочется ребенок радовать себе. Ну, мам, ну я просто... Видишь, у нее такой первый раз все так поздравляют. А у меня так каждый раз, ты меня избаловала из-за этого. Чего ты моя? Вот ребенок ты и рад. Потому что вот так... Сесоченькая! Чего ты говори? Рома вырастил вчера. Пионы, это тебя нашли в январе. Нашли, пионы нашли. А у нее плачет. Сладкая такая. Все, давай растихай. Пойдем празднуем. Сейчас я тебя пойду красить, украшать тебя. Может, перебусим? Пойдем и так. Тебе понравились шарики, Василек? Да. На, забирай, мы с ним 15 лет. Иди гуляй. Да, сейчас тебя накрутим. Надо сейчас твою капну волос будем крутить. Сладкая. Ты сладкая, какая сладкая. Ребенок такой. Дядь, сисладкая, ты чего плачешь? В смысле расстроюсь неприятно? Пионы нашли. Нет, ради пионы можно было поплакать. Ну, реально, пионы это прям мясо. Ой, зато смотрите, как красиво села, у себя Пандору купила. Какая красная. Ребенок бедный плачет. Вот так надо реагировать на подарки. Ну, она что-то, по-моему, болит. И устала, может. Нам надо сегодня тебе красиво. Пойдем, мы сейчас тебе, пойдем, я тебе накручу ее. Красиво оденем. Я не знаю, как будут эти волосы будем, конечно, крутить. Да, не покупай, здесь у ребенка истерика. Растрогалась. Обрадовалась? Ну, хорошо же, как-то. Когда она кухни радуется, которую мы не могли три раза купить. Ты кольцо ее купили? Покажи кольцо. Мы сейчас на дам их покажем, ладно? Очень понравилось. Сейчас будет это решать. А я не знала, что тебе Пандора нравится, кольцо. Мы тебе всю Пандору купим. Ну, повними, сестру. Она мне заразила. Кибир есть. Сестерек. Блин, а если это то, которое мама трясла? А, ну, тогда она как раз придет. Мама. Мама, это то, которое трясла, по-моему. А если я трясла, то, может, что-то будет. Мама, что за это садишься? Мама, как с пистолетом. Итак, сейчас нам будет Рома желать тост, потому что он сейчас вадит в горы. Нет, так нельзя, Рома. Давай, возвращайся быстрее к нам. Ты достигал очень много. Я рекомендую на играх в шахматы. Ты шикарно танцуешь. У тебя таланты во всем, в принципе. Если ты будешь дальше развивать, ты будешь продолжать дальше нас радоваться. Я хочу, чтобы мы тебя видели, гордились. Ну, скажем, в этой девочке течет наша кровь. И скажу, моя простуда тоже. Как они выбирали подарок сегодня? Ну, да, нравится. Ну, не знаю, ну, мне нужно или нет. Ну, да, ну, да. Наверное, мне нравится. А Настя не записала. Ну, не все. Ну, все, все взяли, все. Только вышли. Я говорю, ну, что, все, с днем рождения, все нормально. Да, да, все хорошо. Это, какую куртку, наверное, не хочешь? Ты не снимала тогда, наверное, вы взяли? Ну, я не знаю. Пожалуйста, пожалуйста, кто-то включал, кто-то включал в кофемашину? Да. Да? О, Сова говорит, у вас призраки уже испугалась. Привет. Да-да, привет. Вы все. Куртку хочешь? Ну, я не знаю. Я говорю, ну, как, ну, пойдем, может, померим. Ну, у меня вообще есть куртки. Ну, пойдем померим. Пошли. Спасибо. Хорошо, хорошо, что ты меня не взял. А вы бы со мной за час бы управились. Золотая нравится? Не знаю. Ну, давайте по серебряной померим. Серебряного размера нет. Я говорю, найдите размер. Со складок они шли, вот так новую с упаковки открыли, блин. Открыли померила. Какая нравится? Не знаю. Я парень стоял. Ну, я не знаю. Парень стоял. Ну, какая тебе нравится? Скажи про этот. Серебряная. Валерия Васильевна говорит, а вам? Я говорю, мне его не нравится. Это золотую. Ой, боже мой. Какая нервничка. Все, взяли золотую. Я же, наверное, не захочу. Все, во время этого я субтитровал, я себя плохо чувствую. Ужасно. Это слово, они не знают, да? Тебя добивают. Я говорю, Васильевна, я же держу. Нет такого слова, не знаю. Ну, я не знаю. Мы везде обходили. Tommy Hilfiger, все вот эти магазины, все, везде мы были, везде просто. Все магазины обошли, пришли в этот Келлин Кляйн и девушка сделайте так, чтобы она что-нибудь купила. Она все, они ничего не смогли сделать и все, она не знает и все. Короче, мама там, вот просто за вредности Василины, мама теперь должна отдуваться и стоять там. Все поняли? Все поняли, ехали. Демоны. Отпускай, отпускай. Мама, отойди. Мама, пусть ребенок танцует. Отпускай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Давай, мам! Пам-пам-пам! Здесь он будет петь! Звучит музыка Субтитры сделал DimaTorzok Ой, прости. Давай, без разницы. Все, теперь будем следующий разложим. Нормина Баттлс, Василина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы не успели Василине купить платье. На Новый год мы хотели на день рождения у него. И вот мы сейчас смотрим Василине. Так, вот это первый вариант. Идем к следующему. Ты можешь плечи наверх поднять. Можно по-разному. Можно наверх сделать. Вот так фонариками можешь объесть. И вот это у нас следующее платье. Ну, оно хорошо тебе, красивое. Давай следующее. Вот у нас следующее платье. Надо воно затянуть еще. Так, дальше идем. Так как Ксюша у нас потеряла голос, вот это говорить я. У нас уже вечер. Мы наезжаем Василинку. Держи. А, держи. Мы здесь делаем вот какая у нас. И плойка, и утюжок. Потому что Василина очень много. И они очень густые. И очень тяжелые волосы. Я только одну завью. Одна уже распадается. Одна сюда уже та падает. Это вообще кошмар какой-то. Ну, просто этим занимаемся дофига времени, скажем, да. И как бы у меня такое ощущение, что мы сейчас разойдемся через минуту. И все это мои труды пойдут на смарку. Ты что, болеешь, Ксюша? Прям болеешь? Да, это болеет. Ксюша, может, споешь? Значит, не болеешь. Чего? Что? Говорит, ты хотела вообще. Охренеть. Я не слышу еще раз. Точно не болеет. Аккуратно, там кипяток. Даня, ты чуть Даня не убила. Ты бесячка, понимаешь? Бесячка. Что? Что я делаю? Без... Что? Что ты сказала? Что-что? Куда я не уйду? Вот так вот. Пускаешь на свою кровать, а потом тебе говорит, свалили из кровати. Так, Василина сейчас у нас будет открывать подарки. Уже вечер, ночь. Василине 15 лет. С торчком. Смотрите, какая Василина у нас красивая. Все у нее розовые, волосы розовые. Смотрите, уже волосы у нее распались. Столько мы их крутили. С ума сойти просто, блин. Два часа. Я задержалась за Василине напричок. А, вот такая она здесь красота. Царит, пионы. Какие розовые. Такая, Василина 15 лет. Ты фоткаешь? Да. Ну, я ее снимаю на видео, как вы ее... Фотосессия здесь целая происходит. Как платье сюда мое подлетело, так хорошо. Я не видел, но тебе его... А я его ни разу не надевала. Василина, это тебя от Рустама, к маме, от Насте, от меня. Василинь, подарок дарим. Неожиданный. Куртка. Вау, мы сами выбрали. Спасибо. Я же прям точно такое же хотела. Это Рустам. Это Рустам. Рустам. Я уж вам не говорила. Рустам, что это мастерство. Посмотрите, актерское мастерство, да? Мы переселились, наверное, наши походы в магазин. Спасибо, Рустам. Ты как знал, что я хотела. Вот так вот сложили звезды. Подари Василине. Подари Василине. Она тоже, наверное, не знает что там. Ладно, все, не держи это вот. Ура. I give it to someone's passion. Ура. Кольцо. Обалдеть. Посмотри, размер как подошел. Нету, мы там выбирали. Я его кое-как мы там мерили, выбирали, выбирали. Ну-ка, посмотри. Идеально? Все подошел? Идеально. Ну, все. Держи, покажи на рвене на камеру. Подожди. Красота. Бабушка всю вспышку своей испортила. Красота. Это вот с Америки календарь. Гранд Каньон. Это Аризона, где мы живем. Вот этот Гранд Каньон. Это конфеты с Америки. И это вот серебряная цепочка. О, ну красиво. Красиво. Ой, супер. Вот такая нежная, как ты. Спасибо. Спасибо. Красота. Что это такое? Она уже знает, что это? Я не знаю, как на камеру говорить. Знаете? А, не знаю? Они же вместе ездили, выбирали. Устал. Не было, это тебе приснилось. Ты что? А что, ты делаю на камеру и хочешь сделать вид, что у нас все хорошо? Да. Ну ладно, хорошо. Да, у нас все хорошо. А зачем мы тогда влог снимали, как мы подарок выбирали? Да, это шутей просто. А почему все возмущаются? Бабушка, мы такого раздвинем. Я нам недовольна. Что-то я виноват в чем-то. О, что у тебя там ботинки? Да, они такие, Масилина. Рок-н-ролл прям. Да. Нифига себе, Масилина. Ботиночки у тебя, конечно. Восте удивили. Масилина, здесь голову ломать такими черепами. Ну как тихо сейчас с ними, давай. Потому что такая девочка нежная, милая, шарики, единороги. Как раз. Сороковой размер у нас. Мало, зачем? Как никогда. Что? Нет, это бабушка. От бабушки. Бабушка про другу. Сегодня она сказала. Там открытка зуба. Что? Что это любишь? Открывай, сейчас скажу. Бабушка, сейчас ты открой, я тебе сразу скажу. Сегодня у Василины говорю, Клим, может, посмотрим все духи, кинетеры, выберем. Она говорит, это самый ужасный подарок, который может быть. Духи? Да. Я не просто ненавижу такие подарки. Она мне подарок подарила. Духи. Вот так. Духи, это самый ужасный подарок. За шквар, да, еще скажи. Ой, Руста, так разве можно? Я хотела платье купить, но она заболела. Может, еще успеет. Не поехали выбирать. Ой, что там? Там лосьон. Лосьон или духи? Да, сейчас. Что, ну реально? Спалил девочку. Что, страшно? Не нравится Василина в таком платье. Так будет пахнуть, с розовыми волосами и в таких ботинках. Не, вы оценили, какой причесон ей сделала, блин? С ума сойти, блин. Грива, блин, долбанная. Я уже занервилась. Я уже с ума сошедила с ней. Что, нормально? Тот минут из-за... Я хоть перечитаю. Я делаю ей кудрю, она падает и распадается. Я делаю опять эту кудряшку. Вообще в шоке, блин. У нее просто густой волос очень. И твердый. Столько... У нее столько волос, я вообще стойко никогда не видела. Просто там, ну не знаю, лошадиная дрилла просто отдыхает. У меня волосы в два раза длиннее, но я их за 15 минут могу уже. Да, Рустам, вы понимаете, что здесь такая логика. Знаешь, тоже когда телефон, айфон и Дарья, тоже вот так, Рустам, можно было сказать. Ты мне сказала так, что тебе нравится, я спрятала. А что это такое? Я не знаю, что. Что это? Крем для тела. Крем для тела. Это масло для тела. Ничего себе, сколько шоколадок. Три. Во, я же говорила. Я же говорила. Я молодец. Что в поселении там есть? Да, что она любит. Теперь здесь фотографируется. Беги, Ксюха, беги. Ой, вот так классно. Нормень, посмотри, надо фото спать? В поселении день рождения отмечаем у нас второй раз. Первый отмечали на старой даче. Годик ей был. А то мы ездили к ним, отмечали. И теперь вот сколько лет спустя она приехала опять. Она у нас, девочка такая целеустремленная. Хорошо учится. Спортсменка. Шахматистка. Отличница. С днём рождения. С днём рождения. С днём рождения. С тобой одного знака. Козероги. И вот бабушка твоя. Три козероги. Лютые. Это не про козерога. Это точно. Козероги четко знают. Она просто делает листу там. Это да. Я тоже думаю. Она просто выпендривается. Она все знает. На самом деле козероги всегда четко знают, что им надо. И обычно идут к этой цели. С днём рождения. Хоть мы очень редко увидимся, но всегда, что ты, что Юра, вы наши младшие братишки, сестрянки, демоны. Влад. Маленькие. Всегда вы можете к нам обратиться, попросить совета, что Юра у меня, что ты у Нармины, как у более старшей наставницы. Такого не разу не было. Ну, я просто говорю, чтобы вы знали, что у вас всегда есть какая-то поддержка. Не такая поддержка, как от мамы, от папы, а именно от братьев, сестёр. Совершенно. Хочу пожелать тебе очень крепкого здоровья. Уже, повторюсь, как многие говорят, очень целеустремлённые. У тебя много там побед по танцам. Ты ездишь, занимаешься. Молодец. Мы все смотрим это, уважаем по шахматам все твои достижения. Продолжай в том же духе. Иди по этой правильной дороге, по здоровой дороге. Спорта, учись. Радуй родителей. Радуй нас своими достижениями. И вот, всем мы тебя очень сильно любим. В днём рождения тебя. Ну, а ты шакал красноречивый, а? Ты вообще, молодец. Шакал красноречивый. Смотри, ну смотри. Я не буду врать. Я всегда-всегда стала говорить демона. У тебя был, ну реально, всегда, я думаю, самый был несносный характер, который вообще бывал на свете. Такая вот, всегда вот подставляла, вот хитрила. Вот, знаешь, вот если что-то не по-твоему, всё, значит, все должны страдать кругом. А я, как человек, довольно-таки, раньше в детстве была добрым и скромным ребёнком, да, вот, раньше в детстве глубоком, да. Я всегда это не воспонимала, как, вот, можно быть маленьким ребёнком настолько быть коварным. Но, к моему удивлению, два года назад, когда я тебя увидела, да, мы с тобой встретились, я поняла, что ты реально стала как-то меняться в лучшую сторону, что я вижу проблески доброты, да, какого-то. А я вот, они, я вижу, да, понимаешь, я вижу проблески. Нет, всё, этот, последний диалог в том, что я убеждена, что люди, собственно, не меняются. Вот, какая сущность у них есть, они могут это как-то немножечко прятать, они могут это как-то видоизменять. Но, по сути, мы остаемся именно теми, какими мы разделись. И суть наша остаётся прежней. Но, может быть, раньше я, как бы, не увидела эту доброту, вот эту, вот эту всю любви. Но я, например, её начинаю видеть сейчас. Я вижу, что ты действительно поменялась, ты стала другой, стала более, не знаю, более, больше, более любящей, более доброй, понимающей. И меня это очень сильно радует, потому что... Ну, мне как бы так приятнее, да, общаться с тобой, да, что в семье у меня есть такие люди, нежели коварные эти демоны. Вот. И я хочу пожелать себе то, чтобы вот ты в жизни, вот как ты раньше, в детстве, вот если ты решил, что Нармин должен с тобой играть в прятки, да хоть убейся, Нармин, ты будешь играть в прятки. Вот я считаю, хочу, чтобы ты в жизни добивалась своих целей так же, я уверена, что так и будет, но всё же, чтобы фактор человеческий, доброта, она всегда присутствовала, была с тобою. Ты оставалась такой же милой, хоть ты была и демоном, ты была всегда милой демоном. Вот. И хочу, чтобы ты расцветала, больше не расти, потом, парня, фиг найдёшь, обувь не найдёшь, вообще, это очень сложно, и потом он встанет, бегут руки, ни на что, я тебе так скажу, все карлики кругом, потом вообще сложно, так что всё, метр семь, шесть, метр семь, шесть, останавливайся. С ногой разговаривай тоже, потом ни туфли не найдёшь, ничего не найдёшь. Вот мне папа в своё время говорил, дочь, я разговариваю с ногой. Я всегда с ногами. С ногами, да, ой, тьфу, 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 чё я говорю. Он говорил, говори, мне расти, у папы 45-й, да, он знал, что... 46-й полный. 46-й, а он знал, к чему всё идёт, но я не разговаривала до 41-го доросло. Сейчас беседует. Вот Василий уже думал, а вдруг? Смотри, два года назад было, вот сколько лет, пять назад она была 40-й, сейчас резко 41-й как-то произошло. Да нет, не может быть. Я не знаю, может, уже простолстела нога, не знаю, что произошло с ним. Вот, Василий, у тебя сейчас 40-й. Ну не думай, что всё, он кончится на этом. Я тебе серьёзно говорю. Я всегда не думала, вот до 25 человек растёт, я думала, всё это бред. Бред. Масилина, мы не растём, растёт нога. Ты думаешь, самое плохое растёт, я тебе так скажу. Везде, вот где надо расти, не растёт, а где надо, растёт. Вот учти этот факт. Вот я тебе скажу, вот за 21 год я учу... Вот этот вот круг я усвоила. Так что разговаривай с ногами, делать хочешь, ну чтобы до 42-го не дошло, не до тюрьмы. Вот. Это вот моё главное тебе пожелание. А так, я хочу, чтобы ты всегда, всегда помнила о нас, знала, где твоя семья, хоть ты и живёшь далеко, и, скорее всего, когда ты выраст... Ну как вырастешь, через 2-3 года ты закончишь школу, скорее всего, ты поедешь в другую страну, это будет, я не знаю, ты в Америку живёте, хочешь. Уедешь далеко, чтобы ты никогда не забывала, кто твои родные, никогда не забывала бабушку, дедушку, нас всех. Потому что охранная семья – это самое главное в нашей жизни. Я всегда хочу, чтобы ты помнила нас, я стала такой же милой, доброй. А главное, была демоном, но милым демоном. Ой, молодец! Нармин, я не записывала. Я не знаю, как это случилось. Шутка. Она очень хорошо поёт, она просто стесняется, она очень хорошо поёт. Да вообще, мы, Рустам, мы вообще с тобой не талантливые, вообще, псины. Послушайте, у неё знания к языкам, она знает английский, она изучает какой сейчас ещё испанский, она знает чешский, она знает русский, выгурский, по-моему, так, да? У тебя чё, ты знаешь, да? Ну, в общем, у неё очень большая смесь кровей, она действительно очень умный ребёнок. Прям действительно умный. И это восхищает меня. Потом она так же, как мои дети, она не по годам развитая. То есть у неё хоть Е15... Ну, мы не физически, ты имеешь, да? Я имею в виду не физически, а умственно. Хоть Е15 лет, но она такие разумные, допустим, даже советы даёт мне, бабушке. Она может как-то вот на уровне сидеть с нами со столом. Мудрая, мудрая. Да, но очень мудрая, непогаданка, как и Мармина Рустам. Это на самом деле... Ну, хоть где-то мы Рустам с тобой чуть-чуть... Нет, на самом деле, потому что я с ней могу сидеть и разговаривать с подругой о себе. Я не разговариваю с тобой как с тремянницей маленькой девочкой. Мы можем с тобой обсудить любую тему, например. Я не знаю, ну... Ну, она заучила, наверное. Я знаю, что... Делать то, что она хочет. Ну, например, папе маме прислушивайся. Бабушке, дедушке тоже. Дедушка пророчит ей политическую карьеру с папой в Чехии. Они видят там, я не знаю, в палате, сената или ещё где-то. Она смогла бы, всех пушатала бы, всех подгнула бы. Мама может это делать. Мама не знает, что тебе желать. Маргат Тэтчер, блин. Мама будет или так далее. Да. Ну, знал, что дедушка и папа ставят на тебя ставки в политической карьере в Чехии, чтобы она там была, я не знаю. Маргат Тэтчер, блин. Я смотрю на нее, всех прибьет, всех ушатает. Мама, я не знаю, что Василина-то хочет, у нее это действительно получится. Ну, а я хочу пожелать Василине, чтобы она, конечно, прислушивалась мужскую мнение, но делала то, что ей нравится. А ей нравится, я так поняла, творчество, танцы, ей нравится сцена. Я думаю, Василина, если тебе это действительно нравится, то иди по этому пути, который ты сама хочешь, а не который тебе навяжут родить. Я тебя очень люблю. И так же, как Рустам сказал, да, в любой момент, когда тебе нужно, когда-то помощь, советы, или даже, я не знаю, не любая помощь, ты можешь по мне обратиться. Как к тете, как к подруге, как, я не знаю, к сестре или к кому. Ну, в общем, я тебя люблю, всегда живу и всегда рада. Спасибо. Тони красноречивый шакал. Наверное, мы у тебя взяли талант, но это не точно. Так, и так, и так, у нас здесь уже вот торт. Странные какие-то сивечки. Они что-то кривые почему-то? Они кривые, я пыталась вырвуниться, одна сломалась, и, короче, я решила, что лучше пусть так, такие золотистые. А, ты хотела их выпрямить? Да, они не выпрямляются, они ломаются тоже. Какие, блин, блестящие розовые свечки. Они не поджигаются, что-то вообще. А, что ты такая грустная стоишь? Настя такая роковала сегодня, у нас красная. Так, все садимся. Торт, именинница! Что-то здесь пожар! 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 На меня ее платье не уроните! Это что за свечки? Пожар! Загадывай! Не-не-не-не-не, загадывай! Пусть погонят! Подожди! Пойдем, мам. Маме. А Василина, она как у принцессы щелка. Василина! Быстрее, сейчас здесь плавим! Быстрее! Здесь полыхает торт! Господи! Пожар! Василина, там сейчас задумкает. Василина, загадывай! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блин, Василина, у нас сейчас... Ой, боже! Боже, вы посмотрите на этих демонов! Смотрите! Ой, какие они... Ну что, ты... Ну что, станцей со всеми? Станцей со всеми, Вальс? Мне нужно звать! Давай, быстрее! Научи ее! Молодцы! Ну вон хорошо, как получается! Погружи ее, Русь! Падай вниз ему! Вот так! Падай внизу! Падай внизу! У-у-у! Ой, мама! Пссс! Видно, чёрт! Мама! Да! Что с вами? У-у-у! Ой, какие милые! Ну, а все! А что ты там очень сладкая? Сидит такая, никто зато не так... Сначала, да? Да, да. Я в тапочке. Ой, милашки. Почему ты номер? Смотри, я вот залетаю. Ты залетаешь в мою... Ой, тапочки мешают мам. Молодцы. Ой, летают они, там что-то. Да, влетают. Свои танцы. Свои танцы. Морочки. Морочки. А, милашки. Она такая, я не против. Я чувствую, что у нее ноги в таком месте. Я рада очень, что я с тобой познакомилась сегодня. Надеюсь, что это наша с тобой первая и не последняя встреча. Не останавливалась на достигнутой цели, чтобы ты шла на пролом. Всегда за одной целью следовала другая и та всю жизнь. Чтобы у тебя на лице всегда была вот эта улыбка, когда я тебя увидела. Такая прям куколка. Такая невинная, добрая, открытая, жизнерадостная куколка. И чтобы ты вырастала из этой куколки прекрасную принцессу. То, что про тебя говорили сегодня, что ты вредная девчонка, не знаю. Я, честно, этого не увидела. Ну, может быть, чуть-чуть вредности. Подожди. Подожди еще немного. Два часа попробуем, если бы не хватило. Да нет, ну, все мои идеальные. Я знаю тебя всего несколько дней. И то, что говорили, вот, ты девочка демон, ты сложный характер, ты там вредная, противная и так далее. Я честно тебе говорю, я этого не заметила. Ты для меня просто очень милая девочка, подросток. такой, который входит сейчас в самый вообще прекрасный возраст 15-летия. Ты говоришь, что ты старая, ты баба. Господи, это самый прекрасный возраст. Когда ты еще не взрослый человек, и у тебя нету такой ответственности, понимаешь, ты еще не отвечаешь сама за себя, ты еще не учишься в институте и так далее. Но ты уже и не ребенок. И ты уже открываешь этот мир, видишь его по-другому. Я, Витя, на здоровье, счастье, все. Самое лучшее. Ура! Что, я не помню, так? А вдруг это даже на одной путье. Ты еще за меня вернусь, все. Ты не должна, ну, ты... Иди, держись. Давай! Да ладно, ахренадь, все. Да что ты боишься? Да не уронь. Да не уронь. Не, мы тренировались вообще, а не уронь. Ну, давай. Ну, давай. Давай. Нет, все, не бойся. Не бойся, давай. Раз, два, три. Аааа!